Приветствую вас. Дарья, не совсем, если честно, понятен именно сам вопрос, в чем вы хотите разобраться. То есть пока что на данный момент получается все так, что вы со своим мужем достаточно по-разному видите семейные отношения и в общем-то особого желания что-то настраивать, особого желания что-то менять у вас нет. Нет, по крайней мере, я этого не вижу. Вот. И здесь не совсем понятен ваш вопрос. То есть, ну хорошо, допустим, вам можно помочь. В принципе любые отношения можно по сути своей гармонизировать. Это не такая трудная проблема, когда люди хотят этого, да, когда оба партнёра этого хотят, допустим. Вот. Но не совсем понятно, что вы готовы менять и что готов менять ваш муж. И готовы ли вы менять, то есть считаете ли вы условно говоря, что какие-то действия с вашей стороны были неправильными, какие-то действия с вашей стороны были, например, деструктивными. И вот это очень важно, потому что у вашего мужа есть возможность вам манипулировать, у вашего мужа есть возможность вам что-то предъявлять, да. Итак, вы пишите, у меня в семье такая проблема, пишите вы. Ну, здесь сразу есть один момент, да, что вы пишете вот про семью. То есть у вас проблема получается в семье, у вас проблема не с кем-то, да, вот. То есть проблема не с человеком, а проблема именно в семье получается. Но давайте подумаем, что такое семья. Что такое семья. Что из себя, условно говоря, представляет семья, да. У меня из себя представляет просто образование. Такое вот социальное, если угодно, образование. И проблемы в семье, ну, наверное, проблем в семье быть не может, потому что проблемы всегда происходят между людьми. То есть проблемы, они персонифицированы. А здесь у вас, в вашем, по крайней мере, тексте, не чувствуется, что вы персонифицируете, ну, персонифицируете проблему. Персонифицируете проблему. Такого не чувствуется. То есть вы говорите, что у меня в семье проблема. Это не у вас семья проблема. Это проблемы во взаимоотношении с, например, вашим мужем. Это проблемы во взаимоотношении, например, с мамой мужа. Это проблемы, например, с восприятием себя самой. Вот с этим проблем, с проблемой есть. Но никак не в семье проблема, да? Дальше вы пишите, значит, у меня весной родился ребёнок, и после этого мы с мужем отдалились друг об руку. Он начал спать в другую комнату с благими намерениями, якобы, нужно выспаться для работы за рулем. Ну, с одной стороны, да, действительно, намерения благие. Но с другой стороны, возникает вопрос. Да, а вы когда планировали ребёнка, вы планировали, что он будет спать отдельно, и вы отдельно? Как это у вас, ну, вообще было? Или это для вас стало новостью, что он, вот, будет спать в одной, ну, в другой комнате? В комнате. Вот. То есть это здесь не совсем, к сожалению, понятно. Потому что не очень ясно, как вы вот к этому относитесь. Так, ну, потому что ваш муж отдельно от вас, ну, прибывает, скажем так. Вот. Это первое. Второе. Вряд ли вы могли бы отдалиться друг от друга только потому, что он спит в другой комнате. Все-таки отдаление это больше, ну, такая психологическая история. Отдаление это больше про эмоциональное такое, ну, про эмоциональное такое отстранение. Больше. Вот. Но не про физическое, хотя физиологически это тоже очень важно. Но все равно все упирается по итогу в психологическую, психологическую, вот. А она не зависит, мягко говоря, от того, в какой комнате спит ваш муж, вот. Это, в свою очередь, позволяет думать, что проблема, вероятно, была еще до рождения ребенка. Вот, что вы косвенно подтверждаете, когда говорите, что у меня не получается ладить там с мамой его. Вот. И я думаю, что, ну, как минимум, это нужно рассмотреть более подробно. Вот. Потому что, ну, вы выстраиваете отношения не совсем корректно. Дальше. С родением малыша обослились вопросы, связанные с родителем. Он постоянно обижается, обижается, что я на неделе с ребенком остаюсь, осталась у матери. Обижается, что мало времени с ребенком провожил его родителей. Ну, обиды. Начнем с того, что любая обида – это манипуляция. И человек не всегда эта манипуляция восстанавливает, да. Человек не всегда понимает, что вот эта манипуляция. Человек, ну, в какой-то степени привыкает действовать манипулятивным способом. Человек привыкает действовать именно так, потому что это дает, ну, какой-то плюс. Это дает, ну, условно говоря, обратную связь. Адекватную, полезную для человека обратную связь. И идея заключается в том, чтобы вам перекрыть доступ к этой обратной связи. Идея заключается в том, чтобы вы не потакали с этой обратной связью, которую получает ваш муж. То есть, обиды, да, хорошо. Как вас, как вас обиды задевают? Это очень важный момент. Как задевают вас обиды. Потому что они вас задевают. Это очевидно. Дальше. К слову, у меня напряженные отношения с его матерью. Она нарушает наши границы. Ну, я бы сказал здесь так, что если у вас напряженные отношения с матерью, то, вероятно, у нее действительно получается... ...нарушить ваше личное границу. Если у вас напряженные отношения с матерью, то у нее действительно это вышло. То есть, вы тем фактом, что у вас напряженные отношения с ней, подтверждаете факт нарушения ей ваших личных границ. Другой вопрос, мне совсем понятно, чьи личные границы. То есть, как бы, вот вы здесь пишете, значит, нарушать наши границы. Какие наши границы? Где ваши границы? Чьи они ваши? То есть, есть границы непосредственно вашей дарья. Есть границы вашего мужа. Есть границы вашего ребенка. Никаких общих границ нет. Общих. И здесь важно понимать, да, что ваши границы нарушаются, возможно, даже ваши. Но почему они нарушаются? Как они нарушаются? Чем они нарушаются? Важный момент. Свекровь-то вы, ну, свекровь, вы вряд ли переделаете. Я имею ввиду, она, скорее всего, пожилая женщина и вряд ли готова стать другой. Вот. А вы, получается, воспринимаете ее сразу. Вот. То есть, смотрите, здесь вам не хватает какой-то личной ответственности за происходящее. Все вы пытаетесь обобщить, а все вы пытаетесь как-то вот отойти от «я» и больше про «мы» говорить. И это очень тревожный, тревожный момент. Я не хочу сказать, что это прям какая-то проблема, да, но это тревожный момент. И вполне вероятно, что из-за этого момента вам тяжело. Ну, в том числе. Дальше. Так. Он всегда на ее стороне. Ну, вот здесь вы представляете себе жертвой. Потому что, понимаете, муж, он, да, действительно, он всегда на ее стороне. То есть, ну, как бы, с этим не надо спорить. Но. Есть одно но. Он всегда на ее стороне. То есть, вы знали, что он на ее стороне. Вы знали, что он, как бы, ну, разделяет ее мнение. И тем не менее, вы все равно с ним в отношениях. С мужем я имею в виду. И такое ощущение, что вы каждый раз ждете, что вот сегодня он не будет на ее стороне. Почему он не должен быть на ее стороне? Ну, загадка. По крайней мере, для меня. Вот. То есть, здесь вот такое, ну, достаточно явное неприятие человека. Такое достаточно явное и сильное неприятие человека. Дальше. В последнем скандале сказал, что ребенок должен быть с моими родителями. Его родителями равное количество часов. Ну, здесь чувствуется некая, во-первых, обида вашему мужу. Здесь чувствуется попытка давить на какие-то ваши слабые места. Вот. Здесь чувствуется, конечно, попытка манипулировать, да, вот. Но, с другой стороны, есть какой-то страх или тревожность, что ли. То есть, его задевает, что вы не проводите, что ребенок не проводит время с его родителями. Для него важны семейные отношения. Для него важна семья. Так же, как и вам важна семья тоже. Но проблема в том, что семьи разные. Устои в этих семьях тоже разные. И вы, выбирая себе мужчину, для которого семья важна, забываете, что ему важна семья не так, как вам, а иначе. То есть, вероятно, ваш выбор мужчины был связан именно с тем, что он разделяет ваши семейные ценности. Хорошо. Ну вот. Вот. Он их и разделяет. Только не так. Не так, как вы хотели. По-другому. А общего, кроме этого, у вас, вероятно, ничего и нет. То есть, по факту, вы только субъекты семейной системы, семейной сферы. У меня нет, я не чувствую, что у вас есть что-то еще, помимо семьи. Да? И у мужа, помимо работы. Ну, понятно, что, может быть, вы не написали этого, но чувствуется это именно так. Дальше. Так. Скандал. Вы пишите в последнем скандал. То есть, скандал, это вообще-то нормально. Да? Для вас, для ребенка, это вообще нормально. То есть, дальше, вот, не задумывайтесь вы о том, а какой я склад на счет скандала? А почему скандал происходит? А могу ли я его предотвратить? А как меня задевает скандал? Да? Изучите, пожалуйста, психологическую игру, скандал. Изучите ее. Это будет полезно. Да. Дальше. Я устала. Получится со мной нерв. Он постоянно не разговаривает. Ну, опять же, смотрите. Ваш муж такой человек. Он не разговаривает. Ну, это может быть хорошо, это может быть плохо, неважно. Сейчас он об этом не говорит. Важно то, что человек такой. Он таким был, и вы его таким принимали. Что случилось? Почему вы его приняли? Вы вышли за него такого, такого замы, и теперь выясняется, что вы устали. Вы надеялись, что он изменится? Почему? Так. Окей, вы устали от того, что он постоянно с вами не разговаривает. Что это значит? Что значит вы устали? Ну, не физически же вы устали. Есть какая-то усталость другая, о которой вы говорите. Но что это за усталость? Я не очень понимаю. Это моральная усталость. Если так, то что она из себя представляет далее? О какой, о какой моральной усталости вы говорите? Как на вас влияет то, что он не разговаривает с вами? Дальше. Кстати, до брака, это была его любимая тактика обидеться и не разговаривать. И, тем не менее, вы вышли за него замуж. Но так как я не терплю подобные сцены в доме, не привыкла в своей семье к такому, всегда первая члена компромисс. По факту, вы таким образом снимаете свою тревожность. По сути, вы бежите от некой проблемы, которая обозначается, когда мужчина с вами не разговаривает. Теперь, имея на руках младенца, мне все сложнее с этим справиться. С чем именно справиться, Дарья? В серьезно думаем о разводе, кто мы? Вот опять. Понимаете, опять мы. Кто мы? В чем разобраться? В чем разобраться? В своих чувствах? В отношениях? В чем? Какой запрос у вас, Дарья? В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Потому, что я? Продолжение следует...